Я депутат Государственной Думы от Шахтинского 154 округа. На самом деле это достаточно длительный процесс, который сейчас происходит в шахтерских территориях. Еще будучи депутатом города Шахты, депутатом законодательного собрания Ростовской области от города Новошахтинска, Красно-Ансулинского района, эти все вопросы, они уже были первоочередными в моей повестке. На сегодняшний день та ситуация, которая сложилась, это все отголоски той компании по реструктуризации вообще всех шахт. Во время первой газовой и второй газовой пауз, так называемых, многие шахты были либо приватизированы, либо закрыты. Это были 90-е годы. На сегодняшний день только один город остался в Ростовской области, и это город Гуково, который имел шахты. Но, к сожалению, с 2012 года этими шахтами владела компания Кинкойл, которая своей задачей поставила просто-напросто обескровить, высосать все последнее, что только можно было высосать из этих шахт. Будем прямо говорить, этот процесс был взят на контроль прокуратуры и правительством Ростовской области достаточно быстро, но управляющий, директор компании, он же и собственник компании, очень долго всем обещал, что он все эти вопросы решит. На сегодняшний день задолженность составляет порядка 300 миллионов рублей. Изначально эта сумма доросла аж до 340. Сейчас она немного, конечно, снижена. Именно благодаря деятельности правительства Ростовской области под руководством губернатора Васильевича Голубева идет продажа на продажу обанкротившейся компании. Но, к сожалению, эти средства, они практически не доходят до людей. На сегодняшний день они получают зарплату порядка 2000 человек. Именно об этом я сегодня говорил в своем выступлении, что необходимо изменение в законодательные акты Российской Федерации, в частности, закон о банкротстве, о том, что необходимо перераспределение другое, не то, которое на сегодняшний день есть, 80% кредиторам и 20% только на зарплату. Я считаю, что именно из-за этого мы сегодняшний день недополучаем деньги, которые необходимо отдавать шахтерам. Правительство Ростовской области совместно с депутатами под руководством именно Василия Юрьевича Голубева сделало все возможное, что может в законодательном поле сделать правительство Ростовской области. Ведь мы не можем взять деньги бюджета, которые предназначены совсем по другим статьям, и отдать людям. Это мы каждый раз объясняем. Мы находим все возможные и невозможные варианты. Привлекаем для этого внебюджетные источники. Порядка 20 миллионов рублей было выплачено людям из внебюджетных источников на сегодняшний день. Мы уверены, что 19 декабря по обращению Василия Юрьевича Голубева к правительству Российской Федерации, к его председателю, будет доклад Ольги Голодец, вице-премьера, о методах решения данной проблемы. Но мы уже думаем о дальнейших наших действиях. Мы считаем, что необходимо, мы, фракция «Единая Россия», считаем необходимо внести изменения в законодательные акты, чтобы впоследствии такого не произошло. Мы сейчас с вами говорим о проблеме только заработной плате, но мы даже не можем себе представить, на самом деле, какие последствия нас ожидают. И это мы видели на примере города Шахты, города Новошахтинска, когда шахты закрываются и ложатся тяжелым временем на бюджет города. Для примера, город Шахты. До реструктуризации шахт имущество муниципалитета составляло все две балансовых единицы. Это ресторан и универмаг. Все остальное было имущество шахт. То есть все дороги, все больницы, все детские сады, это все было имущество шахт. То есть фактически, когда закрылись шахты, это все легло тяжелым временем на муниципалитет. И теперь представьте себе, закрывается шахта. Это очень большой комплекс. Это выработка, это стволы, куда могут проваливаться дети. Ведь на сегодняшний день это все неохраняемая территория. Она брошена, затоплена, соответственно, несет просто угрозу здоровью людям. А во-вторых, это же экологическая катастрофа. Это за затопление шахт, которые приводят к отравлению земли тяжелыми металлами. Затем вода поднимается, вы не забывайте, происходит подтопление территории, где живут люди. Для решения проблемы только в пределах одной шахты требуется порядка миллиарда рублей. Таких денег нет. Это глубоко дотационное муниципальное образование. Даже те действия, которые сейчас предприняты правительством Российской Федерации и созданы территорией опережающего социально-экономического развития Гукова, которая призвана для создания рабочих мест, и этот процесс достаточно активно идет, даже этот вопрос не решит тех проблем, которые уже возникли, возникнут в ближайшее время. Потому что эта территория опережающего развития, она рассчитана на более длительную перспективу дать людям рабочие места, создать новые предприятия, чтобы заменить промышленный потенциал шахт промышленным потенциалом различных других производств. Мы уверены в том, что все у нас получится, но мы просим, особенно коммунистическую партию Российской Федерации, все-таки не раскачивать лодку, а совместно с партией «Единая Россия» решать наши общие проблемы, наших избирателей. На сегодняшний день, конечно, нет ежемесячных постоянных поступлений людям, но я активно участвую в вопросах именно трудоустройства людей. Я считаю, что очень много сделано, порядка 400 людей трудоустроено на сегодняшний день. У нас в регионе создана большая база свободных вакантных мест. В частности, я являюсь инициатором создания нескольких предприятий. И могу честно сказать, что только лично мною было организовано 200 рабочих мест, в частности, для жителей города Гуково и города Новошахтинска. На сегодняшний день эта работа ведется очень активно. Совместно с администрацией города Гуково мы постоянно мониторим ситуацию, мы постоянно участвуем в жизни людей и готовы им помогать, и в этом помогает полностью местная власть. Именно в том, чтобы, если не надо, при необходимости переучивать людей, для того, чтобы они переходили на новые специальности. Основные задачи рабочей группы – это изменение закона о банкротстве. Второе – это все-таки внесение изменения в федеральный закон 81-й о социальных выплатах шахтерам, потому что на сегодняшний день закон не учитывает тех пенсионеров, которые больше 10 лет проработали на государственных шахтах и по выходу на пенсию уходили на пенсию с приватизированных шахт. А это не позволяет им получать пайковой уголь. Вы поймите правильно, наш регион, шахты Новошахтинск и Гуково, они никогда не были в программе газификации номер один, потому что там были угольные шахты. И на сегодняшний день люди, большинство всего, также продолжают отапливать свои дома углем, который необходим им. А где нашим нынешним пенсионерам с их небольшими пенсиями купить себе на зиму столько угля? Поэтому я считаю, наш долг и наши возможности этой рабочей группы именно изменение законов, то, чем мы должны депутаты заниматься. Третий закон о недрах, это я же говорил по поводу как раз-таки о том, что необходимо создать компенсационный фонд, необходимо создать фонд, в котором бы отчислялись деньги для того, чтобы если шахта банкротится, то эта шахта не ложится тяжелым временем на муниципалитет. С этим подобным сталкивается не только Ростовская область, совсем недавно сталкивались регионы. Вы же не забывайте, у нас шахты находятся и на севере, и на востоке. И мы считаем, что эти вопросы тогда помогут многие горные территории, территории, где работают горные рабочие, решить эти проблемы. Это закладка именно проблем, решения проблем в будущем. Все зависит именно от нашей активности, но я считаю, что мы можем это все принять в весеннюю сессию. Нужно, конечно, фракции «Единая Россия» более активно поучаствовать в этом процессе, именно нашим представителям партии «Единая Россия» в комитете, ускорить процесс принятия данной проблемы на балансе и решить как можно скорее. Я все-таки считаю, что Новый год у нас уже не за горами. И, как я сегодня сказал в своем выступлении, я хочу, чтобы и наши шахтеры города Гуково с радостью встретили всеми с подарками под елкой Новый год.